Последнюю новость мы получили за час до закрытия. Это была новость о церемонии закрытия. Университет официально закрыт. В новостную тематику она, конечно, очень хорошо нас информационно подковала. Полторы сотни переводчиков на 14 объектах универсиады. По 40 текстов в день, синхронный перевод, общение со спортсменами из 58 стран в режиме 24 часа в сутки, высокая скорость работы, необходимость обеспечивать успешную коммуникацию и комфорт делегатов в весу и иностранных гостей. Такая напряженная работа сплотила всех участников проекта. Лингвистическое сопровождение Всемирной зимней универсиады стало для Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета вызовом очень высокого уровня. Вот такое комплексное переводческое обеспечение столь крупного спортивного события, академической структуры, я бы подчеркнула, именно академической структуры, а не специализированным переводческим агентством, это факт вообще-то уникальный и почти беспрецедентный. Заместитель председателя правительства Ольга Юрьевна Голодец. Чтобы усилить команду в Сибирский федеральный университет, приехали специалисты из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. Все быстро стали членами одного коллектива. Несмотря на то, что официальный язык был английский, пригодились и уникальные переводчики с японского, китайского, французского, испанского. То есть, по сути дела, весь спектр языков, который в нашем институте присутствует, он был востребован. Мы за это время очень полюбили Красноярск. Это потрясающий город. Мы здесь провели просто безумно здоровское время. Я хочу сказать, что у меня появилось много друзей. И вообще вся универсиада здесь, это сплошная френд-зона. Приятно общаться, приятно встречать новых людей. Мы очень хотим сюда вернуться. Вся наша американская команда влюбилась в Красноярск. И мы дарим вам свои сердца, примите нашу любовь и благодарность за все то, что вы нам сделали. Американец Дэвид Кнап отвечал своей команде за организацию транспорта. Он впечатлен Красноярском людьми, спортивными объектами и утверждает, что здесь он получил самые лучшие лингвистические услуги, которые ему когда-либо оказывали. Я хочу сказать, что это самые лучшие лингвистические услуги, которые мне когда-либо оказывали. Все переводчики были лучезарными, с такой милой улыбкой. Они всегда приходили на помощь и решали все наши бытовые проблемы. Люди, видящие, что кто-то здесь англоязычный говорит, пытались решать свои проблемы через нас. Елена Чистова, конференц-менеджер деревни Универсиады, рассказывает, что именно переводчики первыми ориентировали в ситуации и владении иностранным языком, помогало им решать различные задачи. Однажды даже пришлось вызвать скорую помощь. В нашем городе, конечно, иностранцам было очень сложно, потому что там, где они оказывались, на английском языке мало кто говорит. Если и говорят, то очень боятся. То есть большой языковой барьер. И, конечно, здесь помощь переводчиков была, несомненно, важна, нужна. Край наш очень понравился. И все, что ландшафт нас, все, что окружало спортсменов здесь, очень понравилось всем участникам. Поэтому по мере продвижения Универсиады число заказанных экскурсий все время нарастало. 3-4 экскурсии в день. То 8 и 9 марта мы переводили по 10-12 экскурсий в день. Шведская команда хоккеистов провела в зоопарке Роев Ручей полдня. Все прокатились на собачьих упряжках и пофотографировались лохматыми и пернатыми. В юрте разрисовывали глиняные дощечки и, конечно же, обошли весь парк. Помогали молодым спортсменам узнать об опитателях Роева Ручья студенты-волонтеры-переводчики. Студенты отделения иностранных языков Елизавета Абакумова и Кирилл Бауэр вспоминают дни Универсиады и делятся друг с другом своими эмоциями. В телефоне у Лизы сотни фоток с лохматыми белыми собачками. На наших иностранных гостей произвели большое впечатление собаки-самоеды северной зелёной породы. А вот Кирилл поработал актёром озвучки. Для Универсиады я озвучил мультики про белого и чёрного шамана, противостояние, а также про бабу-ягу. Этнодеревня – это самое любимое место для многих гостей Универсиады. Здесь можно увидеть и шкуры оленя, и песца, и волка, а также примерить такие замечательные пыжиковые варежки. Наверняка здесь побывали все спортсмены Универсиады, а значит и переводчики лингвистического штаба. Переводчица Вита Вонак знакомит гостей из Вьетнама Нгуэна с бытом малочисленных народов Красноярского края. Сейчас, зимой, мы используем буржуйки, чтобы согреваться. В венте мы используем разные виды стов. А летом мы используем живой огонь. В зиму используем настоящий огонь. А вот выступление ангонасанских артистов. Каждый день в парке универсиады проходили концерты коллективов со всего Красноярского края и ближайших Тувы и Хакасии. Организована площадка очень хорошо, проблем языкового барьера нет, все общаются очень здорово, есть переводчики, все всех понимают, все отлично. Десять дней напряженной работы на конференциях, соревнованиях, открытий и закрытий универсиады, экскурсиях по Красноярску, столбам, Татышев, парку, гигабайты переведенных текстов. На следующий день после закрытия всемирного спортивного праздника лингвистический штаб собирается, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями. Это был очень интересный, незабываемый опыт. Было здорово узнать о культуре других людей из их уст и получить для себя, прежде всего, какую-то интересную информацию и подарить что-то интересное им. Универсиада для меня стала возможностью войти в историю своего города, университета, всего нашего переводческого сообщества. Работа на университете это был чистый кайф, просто кайф быть частью такого большого события в истории нашего города. Мы настолько сдружились, вот общее дело, общая цель, достижение этой цели, оно очень сильно, оно превратило нас в настоящую команду. Я думаю, что многие будут вспоминать с удовольствием, с удовольствием эти дни, наполненные вот такими яркими-яркими событиями их жизни. Может быть, это такой вот жизненный опыт, который больше никогда не повторится. Наталья Бархатова, Андрей Щецов, Евгений Николаев, ТВ, СФО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова